Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. На мировых рынках сохраняется повышенная тревожность из-за замедления роста продаж у лидеров в сфере искусственного интеллекта Nvidia и растущих геополитических рисков. Инвесторы разочарованы прогнозами от Nvidia, которая предсказала замедление роста выручки. Этот прогноз стал неожиданным ударом для рынков, привыкших к впечатляющим результатам компании. Поскольку Nvidia занимает центральное место в сфере искусственного интеллекта, который стал основным драйвером роста на рынках в последние месяцы, этот прогноз может оказать давление на поставщиков компаний и на более широкий рынок технологий. На валютных рынках доллар продолжает укрепляться, оставаясь близким к годовому максимуму, что связано с ожиданиями инфляционного давления от экономической политики Трампа, предполагающей повышение тарифов. Сегодня в центре внимания находятся экономические отчеты, такие как данные о деловом климате во Франции за ноябрь и предварительные показатели потребительского настроения в еврозоне. Большое внимание привлекут данные из США, информация по рынку труда и продажам жилья, а также производственный индекс от Федерального резервного банка Филадельфии. Цены на золото выросли четвертую сессию подряд в четверг, поддержанные спросом на безопасные активы и на фоне выжидательной позиции инвесторов, желающих услышать комментарии от представителей Федеральной резервной системы США относительно перспектив процентных ставок. В то же время, цены на нефть остаются стабильными. Столь долгое нахождение цены в данной зоне и неспособность рынка к значительному росту даже в условиях геополитической напряженности могут свидетельствовать о слабости покупателей и повышающихся рисках снижения котировок, по крайней мере, краткосрочного. Однако, в случае резкого ослабления доллара США, картина может измениться. В четверг биткоин продолжил свой рост, приблизившись к историческому уровню в 100 тысяч долларов США. За этот год стоимость биткоина удвоилась, а с момента избрания Дональда Трампа президентом США и прихода в Конгресс группы законодателей, поддерживающих криптовалюты, его цена выросла примерно на 40%. Важно отметить, что рост криптовалюты происходит даже на фоне сильного доллара США. Сегодняшние новости экономики в Соединенных Штатах, если они дадут рынкам основания для коротких позиций по доллару, могут стать катализатором ускорения роста котировок биткоина. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.